Виноградов Виноградов И святой И вот он и его письмо скопировал Одни и те же деревья старички И показываете Видимо я сейчас показываю такие вот Я так понял Но я показываю это уже Промоложение Дебильную эту технологию И вдруг выясняется что я шарлатан Это первый я понял Второй с каких побождений цена Такая она саженцы Господи, где вы видели саженцы 300-500 рублей Чтобы они дошли до плодоношения Вот, они у людей умирают Даже не посажены, почему Я иногда думаю так, ну, начну с цены Значит, есть картина У меня многие деревья, они как Как из сказки, вы видели сотни фотографий Вот, причем свежих Много за 19-й год, за 18-й год Вот Как я смеялся в 18-м году Ну надо же, абрикосы попали Под заморозки, персики проскочили Это, вот Чудеса И вот, значит, картина Рембрандта Если брать ее, например Ну, например, Мону Лизу Если брать ее цену Которая, я называю, страховая Да, но она, значит, сотни миллионов долларов Полотно, сколько там Полтора на полтора, я не знаю Ну, примерно, да А вот, на нее было потрачено ведерко краски Холст Пару квадратных метров, так Подрамник Ну, в те годы он был, конечно, простой Никакой-нибудь Вот Ну, сколько он может? Ну, наверное, на день Может быть Месяц Провозился Вряд ли больше Вот, краски бы не хватило И получился Шедевр Вот А если брать его выставить Вдруг однажды Взять, ну, там Не знаю, кто хозяин Выставить в свободную продажу Она будет стоять несколько миллиардов долларов И тут же рядом С этим ведром краски С таким же Полотном Такого же размера С подрамником С таким же На нем, если написать Ну, как обычно Обычный маляр Там взял Трафарет Написал Я же говорю про черный Этот квадрат Малевича И тот миллион не тянет А просто, ну, например По сторонним ходу Завопрещен Я говорю, добро пожаловать Кто же за ним миллиард-то даст Вот А вывод мой Цена на саженцы Ну, явно подразумевается И если бы вы написали Вы что, с ума сошли Ваши саженцы доходят до плодоношения А каждый потом окупится Стократно Почему у вас цена низкая Ну, хоть бы один Ну, ясно, что речь идет о том, что Это Гарембрата я не тяну Вот А меня хотят сравнить с маляровым Каким-нибудь Ну, или землекопом Посадил Этот самый Через год выбросил Посадил Через год выбросил Посадил Вот с таким Цены сравнивают Теперь насчет Шарлатанства Значит, я решил Один из вебинаров Может, даже ближайший Но у меня другие планы были Сейчас начинается Дальше лекция по грушам Так Капитально обстоятельно Может быть, заодно не уложусь Но с господом груши Вы узнаете все Так Все, что надо, чтобы вырастить Это уже другая Как бы Конва Другая постановка Потом будет Также про слевы Про вишни Через и про все Вот Ну и Надеюсь, что это вам здорово Поможет Ведь это Фактически Я отвечаю на сотни вопросов Вы думаете Все письма, что ли? Вот Ну и в том числе За одним станет ясно Шарлатанство Это или нет Вот И где мои последние Годы приросты Полутора метров Почему их не стало Раз вы следите Так Сейчас будем разбираться Ну и Все-таки Какой-то вебинар Посвящу еще раз У меня есть фотографии Из посылок Я такой дряни Я бы даже Застрелился бы Если бы меня заставили бы Такую дряни высылать Я бы сцед... Да нет Рука бы не поднялась Но сцеда бы я сгорел бы Вот Какие вы видите Эти самые рекламные Я бы сто раз показывал Еще покажу Вот Ну пока давайте так Идем дальше Вот это вот Девятнадцатый год Через месяц Они уже Были выше ростом Юлии Сергеевны Моей племянницы Вот Сходу фотографии не нашел А, это было в фильме Я Она Спряталась за ними Не сгибая колени Вот это Это яблони Они полутени Чтобы быстро Они росли Они на корневых отводках Чтобы не росли Ой, чтобы Было Если бы на сеянцах Корневые отводки Это Наше спасение Почему Идем дальше Вот так выглядит Персик Это девятнадцатый год Вот 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 так выглядит Абрикос Ну конечно Сколько Полтора Тимушки Да Посмотрите На корни Вот А Какие бывают корни Хотите Сейчас покажу Чуть ниже Вот это вот Свежий Тоже Сидевятнадцатый год Это Сергей Приготовил Я шел мимо Сфотографировал Ну кто-то Может Должно Приехать за ними Да Низковатый Полтора Наверное Не вытягивает Не вытягивает Но Тут горшок Понимаете Горшок Он Так Сильно Сдавливает Не дает Расти Это точно У меня Есть такое Наблюдение Я Придумал У меня много Открытий По принципу Неделю По открытию Иначе скучно Одно из них Гали Так Я придумал Что под почвой Существует Горизонтальный Перенос Влаги Вот Помните Как я говорю Черви Червячные ходы Это Вентиляция Рация Канализация Так нет Вот Избавив Боже Вас лопатой Нарушить Вот этот Спочек Который Вы видите Перед глазами Вот это Дер Избавив Боже Вот Дураков Нема Есть Но это Те Кто верит Этим Учителям Так называемым Вот этим же самым Которые Какой-то Феями Называют Видимо Режиссер Который Им дает Свои сценарии С дебельными Советами Так вот Закапываем Эти горшки Наблюдая Поливая У меня же Опыта 30 лет Потом Передал Сергею Так Полил Горшки А они Западутся Землей Или Дождь Полил Ну хорошо Дождь Полил Тогда Точно Все Одинаково Полито Что Вы Думаете Еще Листер Нет Которые Защищают От Полива Отводят Влагу Все Проходит День Два Земля В горшах Сухая Каменная Не Проткнешь А Вокруг Она Все Еще Сохнет То Все Еще Влажная И Получается В горшках Надо Поливать Чаще То То Тот Ограниченный Объем Значит Раз Камень Земля За пару Дней На улице Тепло И Значит Корни Высосали Всю Влагу А Снизу Большие Дырки И Не Хватает Влаги Раз В горшках Сухая Вокруг Сыра Вот Мое Знаблюдение Значит Если Не трогать Почву И Не В горшках Значит Тогда Влаги Больше Высосала Она С боков Подступает Заметьте Не Только Снизу С боков Здесь Нет Дырок С боков Но Это Будет Следующее Считайте Я даю Заявку На Изобретение Запоминайте Дату 11 Января 2019 Года Что В горшках Должны быть Боковые Дырки Тогда Будет Лучше Расти Но У нас Другая Проблема Нам Нельзя Мы Стараемся Это Самое Где Возможно Как Те же Яблони Корневые Отводки Вот Иначе Невозможно Продать Потом Мы Когда-то Так Намучились У нас Есть Телетия Приезжала У меня Где Найти В архиве Фотографии Где Мы С Сергеем Десятилитровым В ведре Держим Огромный Однолетний Абрикос Нас Телевидие Снимало Это Было Много Лет Назад Сергею Было Ну ладно Хватит Воспоминаний Идем Дальше Итак Почва Горизонтальный Перенос Лагер Делаю Заявку На Изобретение Так Опять же Питомник Сергея Вот Это Вот Все Таки Продал За третий Год Начал Плодоносить А Это Питомник Попробую Не Продаю Его Не Брали Сильно Крупное Вначале Видимо Казалось Неполноценно А Когда Все Таки Сережа Если Ты Меня Слышь Все Таки Это Продал В Этом Году Плоды Так И Лежали Возле Ни Все Таки Продал Хорошо Если Поверили Что Плоды С Этого Дерева Вот Ну Ну На Заднем Плоде Вы Видите Абрикос Еще Бы На Год Старше Вот И По Моему В общем Смотрите Что Получается Идем Следующий Снимок Мы Вынуждены Ну Как Считать Высокий Невысокий Я же Шарлатан У нас же Одна мелочь Растет Вот Ее Измельчали Ну Порожки Вы Уже Поняли Тут Мы Не Виноваты Что Нездержанный Рост А Здесь Ну Раз Пересаживаем Значит Что Делаем Лишнее Убираем Вот Это Есть Лишнее Вот А Вот Это Уже Привитые Абрикосы Вот Это Там Где Вы Видели Тимошу Видели С этим Саженцем Возле Бочки Толголисеянца А вот Это Вот Уже Привитые А Однолеткие Вот И Разница Огромная Корнесобственная Ладно А Привитые А это Означает Так Без Горшков Они Нормально Девятнадцатый Год Еще Один Это Иларионович По-моему Иларионович Его Зовут Я Ему Объясняю Он заследит Пусть Идет Дальше Вот Где-то Четыре Месяца Этой Сливки А я Не в руках Держу Она Из земли Растет Вот Это Тоже Девятнадцатый Год Вот Елена Александровна Привет Вот Скажите Девятнадцатый Год Признаетесь Скажите Людям А то Не поверят А то Гларионович Скажет Нет У нас Пророста Девятнадцатого Года Это Вы же Это Посадка Пятнадцатого Года Мне что Обидно Я вот С этим Вот Участком Новым Там Порядка Шестидесяти Семьдесят Деревьев Вы видели Ровные рядочки С чего Началось Так Вы видели Посадки Пятнадцатом Году Шестнадцатом Году Шестнадцатом Году Самые Старшие Вот Эти Вот Вот Так Это Абрикосы Бродского Ну Они Он же Не может Или там Напротив Абрикосы Эти Привитые Они Поросы Не уступают Но Те были Однолетками Посажены Ну А это Не Проросы Я Не Понял Вот Ну Шарлатаном Рано Обозвали Вот Восемнадцатый Год Я Копнул На Год Назад Вот Вот Так Продавали Весною Вот Если Я Почему Показываю Они Минимум На Треть Всегда Обрезаются Вот Там Вы Видели Не Обрезанное Человек Говорит Ни В Не Целая Ну Почти Целая Раз Они В Горшках Не Надо Или Врет Что Сам Обрежет Обычно Врут А Здесь Вот Они Полнотрометровые Сдержанный Рост